Молчалин, погоди, не лезь. Да подожди ты, говорю тебе, сейчас все будет. 5 сек, молчалин. Друзья, всем привет, с вами Самый Сликий, самый адекватный обзор Гран-при Формулы 1. Впрочем, Канада, самый адекватный обзор этой гонки займет 5 секунд. Нам же придется говорить несколько больше, не ограничиваясь производством пены у рта по поводу того, кто прав и виноват. Да и ныть особо не хочется в очередной раз по поводу скучности или сводить все к борьбе Хэмилтона и Фетеля. Вы только не обижайтесь, но сдается мне, что этой борьбы как бы и нет. Не верите? Посмотрите зачет пилотов. С другой стороны, вынужден признать, что помимо фантомной победы Феррари, найти какие-то особо интересные моменты в этой гонке не так уж и просто. Потому что с кем бы ты ни пытался обсуждать эту гонку, чью бы аналитику ты ни читал, все сводится к одному. В Феррари недовольны. Давайте разбираться, почему. Знаете, почему в Феррари такие недовольны? Да потому что они проиграли Мерседесу. Да, 15 лет держался рекорд трассы, показанной гонщиком Скудрии Брикелла. Дело родоначальника вторых пилотов в топ-командах продолжил второй пилот топ-команды Ботус. Так-то, спустя 15 лет Мерседес оказался быстрее Феррари на 5 десятых секунды. Минута 13 секунд и 78 тысячных. Это новый рекорд Монреаля. Что тут скажешь? Вальтере молодец. Хоть в чем-то. Кстати, как вам вообще вот это новое правило быстрого круга? Вам не кажется, что где-то нас наеб... Оно ведь рассчитано на то, чтобы пилот средней группы мог блеснуть талантом. Или среди лидеров был какой-то эффект борьбы. Но по сути все свелось к тому, что лузер очередной гонки волей судеб, оказавшийся в кокпите топ-команды, может заехать на бесплатный пит-стоп и показать бесплатный рекорд круга. Поначалу это еще хоть как-то возбуждало, но со временем становится все более ясно. Вся эта затея очередной фарс. Че, Гриш? А при чем тут Штайнер? Молчалин фарс. Фарс это не фак. Факин фарс может быть, а фарсин фак не бывает. Понял? Ну вот и заткнись. Вот и случилось то, что должно было случиться. Знаете, почему в Ферраре все такие недовольные? Потому что они не взяли дубль, а раношники взяли. Да, игра в поддавки не могла долго продолжаться. Заводская команда на дне турнирной таблицы. Причем даже группы Б. Но вот стоило своим пилотам разрешить пользоваться двигателем, все-таки его же для чего-то построили, и результат не заставил себя ждать. Да, конечно, задача максимум так и не выполнена. Рик Ярда и Халк должны были унизить тапка. Но, как и многие в этом сезоне, смогли унизить только Гасли. Макларен, правда, пока впереди. Но вся борьба в группе Б, в отличие от топ-команд, чем в Ферраре, кстати, тоже очень недовольны, тоже впереди. Знаете, почему в Ферраре все недовольны? Да потому что прозевали такого классного пилота. Взяли Леклера, а Даню Квята упустили. Такая фигня. Даня ушел в Тарахонду, а судьба осталась в Ферраре. Не, ну серьезно, такой Данил Вячеславович мне нравится. Тихий, незаметный, просто выполняет свою работу. Я, говорит, вышел напрямую и нажал на газ. Вот все, что я сделал. Дайте мне двигатель мощнее, я сделаю так же. Но что больше всего радует, ребятушки, что у нас с вами все получилось? Знаете, чего больше всего на свете боятся подлецы? Огласки. Как только мы прилюдно опубликовали дневники судьбы, все, сдулось, сука. В итоге Даня в очередной раз уделал напарников в квалификации, в гонке взял да и обогнал магу без всяких приключений. Потом его напарника Грожана обогнал самого быстрого Антона в Формуле-1, Джовинации. И, наконец, отомстил Сайнсу за Испанию. Испанию 2015. Ну и 2019 тоже, как вы понимаете. А Леклерову никого не обогнал. Но, увы, только второе место. Я сейчас не про Фетоли, я про Даню Квята в нашем топе. Потому что строл. Вот уж чувак, который поистине заслужил самую сликовую победу в этот раз. Может, строл не панда, а все-таки сурок? Ведь все мы видим, что он медленный. Вспоминаем о нем только в Канаде. Ну и папа его владеет землей. Че говоришь? А, ну да, и командой Формулы-1. Да. Вот ж правда. Канадский сурок перебежал дорожку многим в этой гонке. И в очередной раз вызывает удивление его способность оказаться в нужное время в нужном месте. И, как вы понимаете, именно это бесит всех Феррари. Ну, нет у них ни часов, ни компаса, чтобы вычислить координаты и точное время. Лэнс Красава продержался на самой жесткой резине в начале. Кстати, что мешало так сделать Киме и Джови? Ну, Джови мешали стены. Но в любом случае, пожалуй, самая грамотная тактика. Причем великолепно реализована своим пилотом. Канадец! Набрал очки в Канаде! На очке! Сурки на обочине аплодировали стоя. Не нужно быть Эдгаром Кейси, чтобы предсказать главный минус этой гонки. Но мы, как дотошные диванные аналитики, просто обязаны вытащить все грязное белье наружу. Так что давайте по порядку. Джови наци в кои-то веки справился с Киме в квалификации. Но в гонке Антошка, Антошка. Чиркнул стену он немножко. Чемпионов, естественно. А потом дили-дили, тролливали, поворот мы проходили и в нем, как Феттель, танцевали. Теперь-то вы понимаете, почему в Феррари все недовольны? Потому что какой-то итальянец, у которого даже нет четырех чемпионских титулов, танцует не хуже Феттеля. В итоге, конечно, все говорят, что Антоха переквалифицировал Киме. Ну да. Но две аварии и разворот на чемпиона мира как-то не тянет. Максимум почетный хореограф где-нибудь в доме культуры итальянской глубинки. И знаете, если в случае с Леклером все чаще вспоминается о Лизи, то в этот раз стоит упомянуть таких героев скорости и пилотажа, как Гутьеррес, Квалайнин, Мерри, Палмер в конце концов. А знаете, что вообще всех бесит Феррари? То, что у многих происходит, то, что рано или поздно должно произойти, а у них не получается. Вот раношники, и те выиграли, а Феттель нет. Причем, обратите внимание, даже с Албаном произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Крэш на старте, нелепая, бесцельная гонка, сход ради экономии и полное разочарование. Причем Албан в этом плане крут. Он ведь еще и в Баку добился такого же результата. Ну а тут в Канаде закрепил пройденный материал. Жестко, скажете вы, но с другой стороны, мы так много дифирамбов или дифирамбы. Короче, мы поем эти песни, да? В адрес Албана, что, мол, такой хороший дебют, такой хороший пилот. Да, и то, и то правда, но провалы случаются. Просто мы их пока не сильно замечаем. В Канаде я первый раз слышал, как мага ныл. И далеко не первый, как Херштайнер обламывает своих нытиков. Такое ощущение, что канадские сурки мстили хаслцам. Но перепутали машины. Подстрелили магу в квалификации. Целились в колесо, но попали аккурат в кокпит по середочке. По всем понятным причинам прозвучала дзынь, рикошет, сурковая пуля угодила в руль и давай вертеть хас, на чем суркам лучше не знать. А в гонке полный провал, причем обеими машинами. Тут и добродушных пушистиков не приплетешь. Не едет прошлогодняя Феррари. Че с ними в следующем году будут? Страшно подумать. Наверное, именно это бесит Хера Штайнера больше всего. Больше, чем все остальное, бесит всех Феррари. А еще ребята с Феррари, ну не то чтобы бесит, но слегка раздражает то, что для того, чтобы соснуть, им пришлось ехать всю гонку. А Норрис отпучился быстро. Да, короткая, но какая яркая гонка в исполнении дебютанта. В квалификации Ланда напомнил Сайнсу про его обидное прозвище, но это ладно. В гонке, ладно, Ланда боролся с многолетним будущим чемпионом мира Максимом Йосовичем. А потом бац и что-то случилось. Только что ехал, боролся, а тут вот хоп и бежит уже по трассе пешком. Конечно, все равно быстрее Вильямсов получается, но кого это нынче утешает. Ну вот мы и добрались до главного отрицательного события Гран-при Канады 2019, которое многих, если не сказать всех, конечно же, бесит. Особенно ребят из Феррари. Но как бы так выразиться, ребятушки, не хочется делать каких-то однозначных оценок. У каждого события в этой жизни есть целая цепь причин, приводящая к таким вот результатам. С одной стороны, судьи. Да, конечно. Если вы ознакомитесь с подборкой именитых, адекватных, я не знаю еще каких аналитиков, то все в один голос говорят, что судьи, наверное, поступили слишком жестко. Вообще вот это, судьи поступили слишком жестко, в этом сезоне как-то в каждой гонке проскакивает. С другой есть правило. Но почему-то именно такие же происшествия в предыдущих гонках. Вспомните Мексику, там, то ли 17-го, то ли прошлого года. Вспомните даже прошлую гонку в Монако. Да, там был контактик, но тем не менее факт остается фактом. Пилот, кстати, Льюис Хэммитон срезал. И из-за этого остался впереди. Ну, как бы выиграл гонку. Ну и че? Вот оно, вот оно, скажите вы, и все, теперь точняк от решения неправильное. Но есть пунктик. Судьи принимают решение по своему усмотрению. Он появился несколько лет назад. Причем появился как раз таки из-за того, что возникали вот такие глупые ситуации, когда судьи просто вынуждены были давать штраф. Хотя, ну, вы же знаете, срезка-срезки рознь. Поэтому им разрешили как-то вот думать перед тем, как штрафовать. Не знаю, почему они этого делать не стали, но штрафуют изрядно. Теперь-то вы понимаете, что Фемида обеими руками, вместе с мечом и весами на стороне судей. И как-то оспаривать их решение, как-то его песочить. Нет, ну я с удовольствием бы обосрал, ты меня знаешь. Но не в этот раз. Ну кто я такой? Диванный эксперт. Хотя, наверное, гораздо более важный вопрос, кто теперь такие судьи. На самом деле, если мы примем сторону правосудия, пусть и в кавычках, то остается еще несколько вопросов. А должен ли пилот, который собирается устроить перелом, собирается победить шестикратного чемпиона мира на самовозе, будучи сам чемпионом мира и пилотом легендарной команды, вот так вот глупо ошибаться. Ведь даже в этом сезоне это уже вторая ошибка Себастьяна Фетеля в борьбе именно с Хэмильтоном. Все, Фитиль во всем виноват. Танцор из Германии. Не до шумахер. Да нет, ребятушки. И прошлогодние приключения, ну, пожалуй, все, кроме ошибки в Германии, той самой роковой. И ошибки этого года связаны, наверное, с тем, что машина Феррари все-таки не самовоз. И для того, чтобы ехать хотя бы на уровне Мерседеса, не говоря уже о том, чтобы уезжать от них, нужно прикладывать максимум усилий. Нужно рисковать. Нужно ехать действительно на пределе. Из-за этого и случаются косяки. Но, видя такое, можем ли мы судить о самом пилоте? Я думаю, тоже морального права мы не имеем. А еще я очень много прочитал всяких фраз, что Фетель вел себя не по-мужски, ныл, там еще что-то делал, в общем, какие-то поступки дрянные совершал. Я не очень понял, честно говоря, вас, уважаемые болельщики, где. Действительно вот этого фирменного Фетелевского нытья не было. Он просто говорил, ну, ребят, это нет, нет. Я победил, все, вы что, гоните, что ли? Никаких там факов Чарли, блю-флагов, ничего этого не было. Он пошел пешком, сходил к судьям, ему сразу же сказали, что все. Обжаловать этот результат уже практически невозможно, после чего через боксы Мерседеса человек вышел, пошел и поменял таблички. Этим он показал такой маленький митинг, что ли, сделал, что первый все-таки я. И срать, я так считаю. Почему это не мужской поступок? Хэмильтон на подиуме традиционно для себя вспомните подиум Гран-при России прошлогодний. Да иди, мол, становись рядом со мной. Да кому это теперь поможет? Сказал ему тогда Ботас и повторил сейчас Фетель. А потом, когда болельщики, как и тогда в России, начали освистывать нашего уважаемого копченого наконечника, он сказал, ребят, не надо этого делать. И он знал, о чем говорил. Потому что в свое время, будучи наконечником рога красного быка, он тоже это освистывание слышал чуть ли не на каждой гонке. И, пожалуй, самое главное. В автоспорте то, что уже случилось, это случилось. Поэтому как-то уж очень долго и очень бурно в комментариях или еще где-то все это обсуждать и говорить, да вот это все неправда. От того, что вы тысячу раз повторите, что все это неправда и несправедливость, оно не станет справедливостью. И еще момент. Я понимаю, накипело. Я знаю, что Тифози это одни из самых преданных болельщиков своей команды, из Кудри, из Маранелло. Но, ребятушки, неужели вы думаете, что вот этот канадский гран-при стал причиной шестого титула Хэмилтона? Опять же, повторюсь, посмотрите турнирную таблицу. У Феррари ни одной победы за семь гонок. Это ни много ни мало треть чемпионата. Все бы ничего, если бы остальные гонки были выиграны Рэдбуллами, Реношниками, Квятом и иногда Мерседесами. Так нет же. Все остальные выиграли Мерседесы. Из-за предстоящей гонки, предстоящей две трети случится еще столько всего, что эту канадскую оплеуху мы будем вспоминать не больше, чем, опять же, германскую ошибку самого Фетера. И что тогда? На финише сезона в провале Феррари мы будем винить судей, тактиков, стратегов, Леклера, Фетеля. Да нет. Если проигрывать, так всей командой. Но проигрывать надо достойно. Я сказал правильные слова. Можно я пойду поматерюсь в коридоре? В целом же, да, я все-таки не выдержал немножко паной. Это была не гонка. Это была какая-то хрень. Я ее пересмотрел, честно говоря, почти три раза для того, чтобы понять, что за чехарда там происходила. А ее-то не было. Да, поначалу все друг друга обгоняли, но это было связано только с тактикой. Уже к середине гонки все оказались на тех местах, на которых должны были оказаться. Молодцы, Стролл с Квятом, но они изнасиловали практически немощного Сосайнса. Тапок, красавчик! На свежей резине уделал еще вот буквально двухнедельной давности неудачников, да и всего этого сезона реношников. Ботос, быстрый круг. На свежей резине, конечно. И выходит, что единственным мощным событием этой гонки был вот этот вылет Фетеля, этот штраф и вот этот результат. И все, что творилось перед подиумом, на подиуме, это нам запомнится. Отсюда простой вывод. Мы увидели гонку, где практически никто не сошел. Ну, за исключением, пожалуй, Норриса. Албан не в счет. Мы увидели гонку, где не было ни одной аварии. Никаких ошибок, никаких трагедий, никаких вычурных тактик. И что тут скажешь? Для Канады очень сладенько. Очень. Эпоха неубиваемых моторов, болидов, которые едут как по рельсам, пилотов, которые не ошибаются, и вся гонка давным-давно просчитана на компьютерах. Единственные люди, которые могут внести хоть какого-то перчика, судьи. Так их и сяк. Как бы там ни было, Формула-1 возвращается в Европу, впереди сразу несколько гонок на легендарных европейских автодромах. Получатся ли гонки легендарными на протяжении этого лета, да кто его знает. В Формуле-1 все непредсказуемо. Подождем чуть-чуть, сами увидим. Ждать недолго. Хотелось бы сказать 5 секундочек. Но тем не менее, братцы, за что мы любим это шоу? За то, что эти 5 секундочек дарят нам какую-то бурю эмоций. Положительных, отрицательных, не важно. Дарят нам общение с такими же больными, как и мы. Поэтому как истинные эстеты устраиваемся поудобнее и продолжаем следить за нашим любимым шоу за ходом сценария этого увлекательного, пусть и навсегда, кино. Не забывайте, кстати, про добровольные билетики. Ну че, Михалыч, может, скажем Леклеру, что у Фетеля штраф? Степаныч, ты че? Мы ж стратеги Редбула. А кто Михалыч, если не мы? Ты думаешь, стратеги Феррари ему об этом скажут? А ты как хотел? По-твоему, из-за какого-то там Фетеля все болельщики серебряных стрел должны страдать, что их любимая команда не выиграла все гонки сезона? Это несправедливо. Скорость канадского сурка 15 км в час. Прикинь его удивление, когда он пошел за хлебушком и обогнал Вильямс. Судьи сидят в своей судейской комнате и здраво рассуждают. Не, ну а че? Этого оштрафуем? Те ныть будут. Не оштрафуем, эти будут ныть. Одни нытики кругом. Я вам песенку спою про пять секунд, эту песенку сейчас везде поют. То ли Фетель защищался, то ли тупо подставлялся, хироспорить победу не вернут. Пять секунд, пять секунд это много или мало? Если ты, товарищ кряк, или простенький катала, то тебя, чувак, козляк и, поверь, им будет мало. Ну а если ты голубой и нагорцующий лошад, то не тронь его рукой, ведь с него все взятки гладкие. Пять секунд, пять секунд разобраться, если строго, то за эти пять секунд можно сделать очень много. Ну, например, оторваться от Хэмилтона на пять секунд.